Исполнилось 100 лет со дня рождения почетного гражданина поселка Томилино поэта Ивана Рыжикова. У библиотеки, которая носит его имя, 7 июля прошел памятный митинг. В этот день состоялась презентация книги, над которой Иван Васильевич работал более 10 лет. В новое издание вошли избранные произведения автора и поэма, над которой он работал долгие годы. Когда сказали бы мне честно, что через час наступит ночь, что и наука бесполезна, что и слезами не помочь. И собрались в моей квартире друзья, соседи и родня. И та, единственная в мире, что столько мучила меня. Десятиклассница Анастасия Чевдарь познакомилась с творчеством Ивана Рыжикова, когда готовилась к конкурсу, посвященному столетию Ивана Васильевича. Поэтический марафон организовало Люберецкое отделение Союза Женщин России. Настя вошла в число победителей. Было очень приятно познакомиться с творчеством нашего издемляка. Мне очень понравились многие его стихи. Он как будто окунул меня в свою жизнь. Читая его стихи, узнала о его жизни, о том, что он именно проживал, о чём он мечтал, чем он жил на самом деле. Свои первые стихи Иван Рыжиков написал ещё школьникам. В июле 41-го года попал на фронт. Был связистом. Участвовал в боях на Северо-Западном фронте, на Курской дуге, в Молдавии, Польше, Румынии и Болгарии. И всегда писал стихи. К Ивану Васильевичу часто обращались за профессиональным советом и начинающие поэты, и опытные мастера пера. В помощи не отказывал никому. Он всегда поддерживал, он всегда вразумлял, всегда направлял. Я видела, как отрабатывалось каждое слово, искался образ очень тщательно, не ломая индивидуальности человека, стараясь в каждом выявить его творческую личность, все лучшие качества и поэта, и человека. В Томилинской библиотеке на улице Пионерской Иван Васильевич был частым гостем. Здесь он встречался со школьниками и почитателями своего творчества. В прошлом году учреждению культуры присвоили его имя. В день столетия поэта около мемориальной доски собрались те, кто лично знал и любил знаменитого земляка. К людям всегда с открытой душой. К поэтам, которых он учил многому, даже к тем, кто иногда нес околесицу, мы это умеем, в стихах, он никогда не одергивал зло, никогда не принижал чужого таланта, а наоборот давал ему какие-то крылья, какую-то опору. Мы будем помнить о таких людях. Сегодня такая дата очень серьезная, сто лет. К сожалению, Иван Васильевич не дожил до этих дней, но опять же вот здесь присутствует и дочь. Позвольте вручить цветы Ирины Ивановны вам. Участники митинга возложили цветы к памятной доске и приняли участие в презентации новой книги Ивана Рыжикова. На ее страницах период творчества. От самых ранних фронтовых стихов, заметок и юморесок до произведений, которые он написал в последние годы. Иван Васильевич прошел долгий, трудный, но интересный путь. Его жизнь завершилась три года назад, но память о поэте навсегда останется в его книгах и наших сердцах. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.